Всем привет, все, кто смотрит канал iElite, всем привет, iElite. Меня зовут Артемий. Я представляю компанию PlayPoint. Сегодня у нас релиз на этой прекрасной выставке DevGam в Минске. Ну, что можно рассказать? Рассказать тут в словах о нашей платформе или о себе? Я даже не знаю, что рассказать. О своей профессии. Ну, я занимаюсь развитием. На английском это звучит пафосными фразами «бизнес-девелопмент». Когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, мне сразу трудно ответить на этот вопрос. Потому что что такое развитие? Это ты человек-оркестр, у тебя 500 рук, и ты должен знать все, общаться со всеми и быть всегда на позитиве. Потому что если ты не улыбаешься и не дружишь с людьми, то девелопмента не происходит. Бизнес-девелопмент это круто, потому что это креатив, но с другой стороны это и анализ. И если вы активные, жизнерадостные, а я знаю, что вы такие, то я уверен, что это вам будет по душе. Ну, в двух словах, наверное, как-то так. А как вы пришли к этой профессии? Я еще в школе. На самом деле, мне очень повезло, когда я учился в 10 классе, меня позвали на курсы менеджмента и предпринимательства среди молодежи. Удивительно, что это проходило именно в нашей школе, но для меня это открыл путь в эту сферу, в сферу, наверное, бизнеса. Можно это назвать так. Ну, и я всегда был человек позитивный и искал какую-то креативную душу. Ну, и как раз-таки вопрос развития – это всегда не тревиальные задачи. Это всегда что-то интересное, что заставляет тебя пошерудить мозгами. Например, вот как сделать классные подарочки к нам на выставке. Ну, йо-йо, ну, казалось бы, ну кто же придумает сделать такое йо-йо, что но пришлось включить голову, подключить креатив. Ну, и вот так. Ну, вот, наверное, таков будет мой ответ. А что в вашей профессии самого трудного? Я бы сказал, когда ты находишься на подножье горы, потому что иногда у тебя стоят действительно большие задачи, и ты, находясь снизу, смотришь и думаешь, как я это сделаю, что мне сделать. То есть действительно очень много неопределенностей и очень много задач, которые требуют такого подхода под названием «выйти за свои рамки». Нужно посмотреть шире, нужно всегда придумать какое-то решение, чтобы, ну, я не знаю, чтобы как-то выйти за пределы своего сознания. Я, может, даже назову это так. То есть некоторым это страшно, некоторые это боятся, но есть один лайфхак. Мы же на игровой выставке, поэтому я с вами поделюсь. Я устраиваю для себя игру. Если мне нужно решить какую-то сложную задачу, я представляю, что это сложный уровень сложности где-то в игре, и думаю так, ну, нужно его выполнить. Включаю какой-то режим детского задора, и находится решение. Это помогает мне как-то вот выйти за рамки и найти решение. А что самое интересное в этой профессии? Она очень динамичная. Это и сложно, но и интересно. Всегда происходит что-то новое. Если все стоит на месте, значит, развитие не происходит. Поэтому новые люди, новые контакты, новые задачи, все условия, которые заставляют тебя не сидеть на месте и двигаться вперед. Это круто. А такой, может быть, коварный вопрос. А вы знаете программирование? Да, знаете, у меня даже на это есть интересная история. Мне потребовалось целых 4 года своей жизни и курсов программирования, чтобы точно понять, что программирование – это не мое. Хотя, находясь в детском возрасте, ну, мне там было лет 12, наверное, я понимал, что в наше время обязательно знать основы, обязательно знать какую-то техническую базу, потому что, ну, технологии интегрируются в нашу жизнь. Это необратимый процесс. И лучше, чтобы быть с ними на расстоянии рукопожатия. То есть не думать, что технологии – не-не-не-не, это не мое. Главное это понимать, и тогда будет намного легче жить в нашем мире. У нас есть еще одна интересная история, такой дополнительный контент, о котором мы забыли сказать сразу. На самом деле, с выставкой DevGam, лично в моей, ну, назовем так, карьерной дороге, есть, скажем, очень интересная история. Потому что здесь, в 2016 году я впервые познакомился с игровой индустрией, я впервые познакомился с конференцией DevGam и был как раз-таки здесь в качестве репортера, в качестве журналиста. Я общался с игровыми разработчиками, брал у них интервью и, смотря на все это, думал, боже, как было бы классно иметь здесь собственный стенд, презентовать собственный продукт, ведь это же очень позитивно, очень классно. И в 2017 год компания PlayPoint, наш стенд, ну, в общем, можете даже, да, переместить камеру, это все материализовалось, поэтому для того, чтобы ваши цели стали реальностью, нужно просто верить в себя, хотеть, и все будет так. Ну, и, конечно же, стараться, стараться и идти к своей мечте и цели. И все получится.